Всем добрый вечер. Меня попросили рассказать про метод функциональной магнитно-резонансной томографии. Я не могу сказать, чтобы я много им работала, но такой опыт все-таки есть. Как оно все работает, естественно, выясняла отдельно. На самом деле этот метод оказался востребован в свете довольно-таки давней, поставленной еще в XVIII веке, проблемы, где в мозге прячутся психические функции. И в решении этой проблемы есть две полярных позиции. Согласно одной из них, которая условно обозначается как узкий локализационизм, каждая психическая функция, память, внимание, мышление и даже каждая способность привязаны к определенной зоне мозга. То есть каждый участок, каждая зона мозга обеспечивает выполнение той или иной функции. Такое анекдотическое воплощение этой полярной позиции – это фронология австрийского врача Франца Галя, который, собственно, предположил, что области мозга отвечают, грубо говоря, за разные функции или способности человека. Если у человека некоторые способности наиболее сильно выражены, то соответствующие области мозга разрастаются, образуя на голове шишки. И ощупывая череп, мы можем определить, например, найдя шишку щедрости или шишку мудрости, или шишку чадолюбия, что та или иная функция у человека наиболее развита. Противоположная позиция – это позиция так называемого антилокализационизма, согласно которой на самом деле любая зона мозга может участвовать в осуществлении любой функции. Наиболее яркое воплощение этой позиции – работа нейропсихолога Карла Лэшли, который, используя методику частичного удаления участков коры головного мозга у крыс, наблюдение, как они решают задачи в лабиринте, показал, что чем больше участок коры удаляется, тем хуже решает задачу коры, вне зависимости от того, откуда происходит удаление. Он высказал гипотезу, что поведение – это продукт целостной активности мозга, и неповрежденные участки потенциально способны взять на себя функции поврежденных. Отсюда антилокализация – не привязка функций к зонам мозга, а участие всего мозга в решении любой задачи. Ну и на самом деле истина, конечно, как обычно, где-то посреди, в частности, сейчас наиболее распространена позиция, сформулированная отечественным нейропсихологом Александром Амановичем Лурия, которая называется «Теория динамической локализации и системной организации высших психических функций». Лурия, собственно говоря, предположил, что любая наша психическая функция, будь то память или внимание, или что угодно, обеспечивается так называемой функциональной системой, включающей в себя самые разные участки мозга. Причем эти системы выстраиваются под те задачи, которые человек решает, меняются в ходе опыта. И если тот или иной участок мозга повреждается, что согласно узкому локализационизму, вело бы к полному уничтожению соответствующей функции, на самом деле, возможно, перестройка функциональной системы, и человек снова может, например, запоминать или говорить и так далее и тому подобное. Вот, собственно говоря, метод функциональной магнитно-резонансной томографии был призван, был изобретен для того, чтобы посмотреть, что происходит в мозге, когда человек решает ту или иную задачу, какие структуры вступают в действие. И сначала, конечно, был изобретен метод просто магнитно-резонансной томографии, позволяющий увидеть структуру мозга данного конкретного человека. Не то, как мозг работает, а то, как он у данного человека устроен. Вот, собственно, Полотербор и Питер Менсфельд, которые получили Нобелевку по физиологии и медицине за создание этого метода. И на его основе японский биофизик Сейджи Агапа в 1990 году изобрел, собственно говоря, функциональную МРТ, то есть тот метод, который позволяет именно выяснить, какие участки, зоны структуры мозга подключаются к решению той или иной задачи. И, в общем, этот метод оказался настолько востребован, что к 2010 году он фактически вытеснил все методы кортирования мозга, которых на самом деле довольно-таки много. Еще с XIX века использовалось кортирование, то есть выяснение, где что в мозге, какие функции в мозге локализованы на основе анализа поведения пациентов с локальными поражениями головного мозга вследствие инсультов или отухолей. Ну, когда есть описание поведения и последующие данные подсмертного вскрытия, можно посмотреть, собственно говоря, нарушение чего привело к таким-то и таким-то нарушениям поведения. Использовался метод кортирования во время операции на открытом мозге, попытки локализации на основе электроэнцефалографии, которые даже сейчас с развитием этого метода все равно дают неточную, в отличие, кстати, от магнитоэнцефалографии, привязку источников активности к зонам мозга. Метод позитронноэмиссионной томографии, основанный на той же идее, что ФМРТ, на идее локального мозгового кровотока, но требующий введения в кровь испытуемого радиоактивных изотопов, для того, чтобы получить вот этот вот распад, который подробно описывал Алексей. Метод прямого воздействия на мозг магнитными полями, то есть через черепную коробку, так называемая транскраниальная магнитная стимуляция, приводящая к интенсификации или, наоборот, угашению соответствующих познавательных функций, если ПЭТ, это 70-е годы, транскраниальная магнитная стимуляция 80-е, ну вот пришла функционально магнитно-резонансная томография, и начиная с 90-х до 2000-х вытеснила все. Что такое томограф? Томограф – это вот такая большая магнитная катушка, в которую загружается испытуемый, плюс рабочая станция, на которую, собственно говоря, выводятся результаты структурного картирования, и можно проследить, как человек расположен. Магнитное поле очень сильное, затягивает металлические предметы, поэтому метод строго противопоказан людям с кардиостимуляторами и другими железными частями тела. Да, вот такого я не видела, но в томограф, на котором я работала, всасывала катушку, прошу прощения, каталку, на которой привозят пациент. Естественно, томографу сильно не поздоровилась. Да, и, собственно говоря, человек располагается внутри этой катушки, его голова находится вот здесь, с помощью специального экрана ему показывают зрительные стимулы, в наушнике, поскольку это страшно шумная штука, подают звуковые, и он может давать ответы, как правило, с использованием специальных кнопок, хотя, если останавливать на время сканирования, можно получать и речевые ответы. Соответственно, томограф дает изображение структурное, где какие структуры мозга у данного конкретного человека, локализованное, и изображения функциональные, какие зоны мозга были вовлечены в решение текущей задачи. Его пространственное разрешение где-то 1 кубический миллиметр, или так называемый кубический пиксел, он же воксел, в отличие от PET, который дает разрешение примерно 4 кубика. Кроме того, с помощью того же самого томографа можно получить сведения еще и о связи между отдельными структурами мозга. Это тоже структурный метод под названием диффузно-тензорное кортирование, который регистрирует диффузию молекул воды вдоль крупных трактов в головном мозге. И несмотря на то, что метод был изобретен тогда же, когда и ФМРТ, только сейчас он начинает более или менее активно использоваться в исследованиях, потому что научились наконец-то читать эти связи, а не смотреть на них как на такую вот красивую картинку. Ну и, собственно, возвращаясь к, прошу прощения, функциональной магнитно-резонансной томографии, как регистрируется сигнал. Как объяснял Алексей, когда нервные клетки в той или иной зоне мозга начинают активно работать, наблюдается локальный приток крови к соответствующему участку мозга. Собственно, и ФМРТ, и позитронно-эмиссионная томография основаны на регистрации этого локального мозгового кровотока. Но ПЭТ регистрирует его фактически напрямую, требуя, правда, введения в кровь вот этих вот радиоактивных изотопов. А ФМРТ основан на том, что в тех зонах мозга, где активно идет потребление кислорода, меняется пропорция окисленного и не окисленного гемоглобина. И, собственно говоря, это изменение их пропорций ведет к временным изменениям магнитного поля, которые могут быть зарегистрированы томографом. Томограф ловит сигнал, который называется Blood Oxygen Level Dependent Signal. Вот, собственно говоря, как развивается этот сигнал. Мы видим, что он отстает от реального события в мозге примерно на 4-6 секунд. То есть на самом деле это довольно-таки медленный метод. И он не позволяет ответить на вопрос, когда произошло то или иное событие. Он позволяет ответить только на вопрос, где оно произошло. В этом смысле разрешение электроэнцефалографии, магнита энцефалографии существенно выше. И можно получить по десяткам, сотням миллисекунд разбивку обработки того или иного воздействия на этапы. Но в чем проблема? Проблема в том, что на самом деле наш мозг активен всегда. И он всегда потребляет кислород. И все зоны мозга так или иначе включены в анализ самой разной информации. То есть вы сейчас сидите, смотрите, слушаете, у вас работают зрительные зоны, слуховые зоны, вестибулярный аппарат и прочее, прочее, прочее. Поэтому если вас засунуть в томограф, то мы только увидим, что мозг у вас есть, и он активен. Поэтому как найти, какие зоны мозга вовлечены в решение той или иной задачи? Для этого используется, изобретенная на самом деле еще в XIX веке для познавательных процессов и изучения их длительности, так называемая логика вычитания. Чтобы найти, какие зоны мозга были включены в решение той или иной задачи, нам нужно подобрать две очень похожие задачи, два очень похожих условия, которые будут различаться только тем, что нас интересует. Например, если мы хотим найти зоны, коррелирующие с восприятием речи на слух, мы должны сравнивать восприятие речи на слух, например, с восприятием, проигрываемой в обратном направлении речи на слух или восприятием музыки на слух, или обработкой еще каких-то сходных сигналов, которые будут различаться только вот этим компонентом является, не является речь. Мы можем искать механизмы восприятия родной речи на слух, например, сравнивая русскую речь с китайской для человека, который не владеет соответствующим иностранным языком. И интересующие нас зоны мы находим, вычитая активность мозга в одном условии из активности мозга в другом. Вот здесь изображена самая простая проба, активирующая зрительную кору. Сканирует испытуемого с закрытыми глазами и с открытыми глазами. И мы видим, что когда глаза закрыты, сигнал ниже, когда они открыты, сигнал выше. И вот эта 4% разница, 4% прирост уровня сигнала дает нам вот такую вот красивую картинку, которую мы перешифровываем, соответственно, получая тепловую карту, указывающую локализацию зрительной коры в мозге человека. При этом важно понимать, что сначала мы все равно должны получить сведения о структуре мозга данного конкретного человека, потому что мозг у всех разный. Но интересно, что мозг у всех разный не только по форме. То есть основные крупные извилины, борозды совпадают, но то, как они расположены, у человека всегда чуть-чуть отличается от другого. Причем, да, но и функциональные различия еще больше. То есть если мы нашли, где, прошу прощения, у одного человека находится речь, это совершенно не значит, что у другого она будет строго там же, хотя с XIX века вроде считается, что основной коррелят порождения речи – это зона брака в лобной коре. Тем не менее, у каждого она будет расположена чуть по-своему функционально. И чем функция сложнее, тем больше будут различия. А если мы посмотрим на одного и того же человека в разные моменты времени, мы можем увидеть, что функции чуть-чуть сдвигаются, плавают под влиянием обучения, под влиянием накапливаемого опыта и так далее. Ну вот, чтобы не быть голосовным, покажу картинку из той лаборатории, где мне тоже довелось работать. Попытка локализации коррелятов восприятия речи и восприятия музыки. Вот из восьми испытуемых в самых ранних исследованиях были обнаружены данные, соответствующие обыденным представлениям о том, что речь должна быть в левом полушарии, а восприятие музыки в правом. Здесь мы видим испытуемого, у которого и речь, и музыка задействуют оба полушария. А здесь мы видим испытуемого, у которого механизмы восприятия музыки полностью поглощаются механизмами восприятия речи, которые локализованы в обоих полушариях, причем таких людей больше. Итак, что с технической точки зрения представляет собой метод ФМРТ? У него высокое довольно-таки пространственное разрешение, низкое, как я сказала, с задержкой на 4-6 секунд временное, плюс сканирование может не удастся, если человек в томографе начнет двигаться. В этой связи трудно работать с пациентами, плохо контролирующими свое движение. Возможно, наводка со стороны крупных сосудов и вообще больные с сосудистыми заболеваниями, как вы понимаете, поскольку метод основан на регистрации локального мозгового кровотока, тоже не всегда дают те данные, которых ожидает исследователь. И, собственно, сейчас метод применяется как в научных целях, так и в клинической практике для предоперационного кортирования. Прежде всего, нейрохирурги стараются понять, где у человека речевые зоны и зоны управления движениями для того, чтобы случайно не зацепить руку и ногу в ходе нейрохирургической операции или хотя бы иметь прогноз, если они все-таки зацепят, каковы будут возможности восстановления. Но, собственно, на стадии восстановительной работы реабилитации метод тоже используется. Ну и, собственно, тут начинается самое интересное. Как только исследователи получили возможность посмотреть, а что происходит в мозге при решении разных задач, перед ними возник огромнейший соблазн раскидать все возможные когнитивные задачи по разным зонам мозга. Начинают изучать, а где у человека речь. Понимание речи, порождение речи. То, что раньше было известно по данным нейропсихологии, по данным позитронно-эмиссионной томографии и так далее. Где у человека эмоции? Где у человека положительные эмоции? Где отрицательные? Где обрабатывается информация, например, о животных? А где обрабатывается информация, например, об абстрактных схемах? А где решаются математические задачи? А где локализуется управление движениями, например, в ходе освоения игры на музыкальном инструменте? И так далее, и тому подобное. То есть, по сути дела, где-то к 2000-м годам, уже в 2001-м, издает свою знаменитую книгу под названием The New Phrenology, где критикуют метод функционально-магнитно-резонансной томографии из-за этого узколокализационистского позиции. Но я для себя считаю апофеозом работы известного физиолога Семиро Зеки, который в 70-е годы прославился описанием того, как организуется информация в зрительной коре кошки. И он обнаружил, что она пространственно устроена так же, как на сетчатке глаза. Вот в 2000-х годах он прославился другим, а именно тем, что открыл нервные корреляты влюбленности и материнской любви. Как проводилось исследование? Но мы помним, что нам надо что-то из чего-то вычитать. Если мы говорим о влюбленности, что мы можем сделать? Мы можем человеку в томографе показывать по очереди фотографии любимого человека и фотографии знакомого человека, потом снова любимого человека, потом знакомого. И вычитать из активности мозга в одном условии, активность мозга в другом условии. Вот, собственно говоря, у нас россыпь зон красного цвета, которая является мозговыми коррелятами романтической любви. С материнской любовью то же самое. Женщине в томографе показывают фотографии ее собственного ребенка и какого-нибудь другого ребенка. В разности получаем, вот они тут обозначены желтеньким, мозговые корреляты материнской любви. Собственно, следующий вопрос, который здесь возникает, а ну и что? Ну вот у нас есть некоторый россыпь зон. Может быть, мы даже про каждую знаем, в каких еще процессах, функциональных системах они участвуют. И тем не менее, следующим шагом мы можем, что, собственно, проделывалось, поискать, например, мозговые корреляты медитации и молитвы. По очереди прося человека в томографе молиться или не молиться. Опять молиться, опять не молиться и так далее. Или можем поискать мозговые корреляты почесывания большого пальца правой ноги. В отличие от пощипывания большого пальца правой ноги, тоже получим, скорее всего, значимые результаты. Собственно, в начале 2000-х исследователи задались вопросом, а можно ли использовать ФМРТ для чего-нибудь, кроме привязки конкретных процессов к конкретным зонам мозга. Но на самом деле, прежде чем это случилось, исследователи замахнулись на святая святых. Они попытались ответить на вопрос, а где в мозге сознание? То, что Декар считал спецификой человека, где тот самый субъективный опыт, которым каждый из нас отличается от любого другого человека и может сообщить другому только посредством речи. На самом деле, программа поиска так называемых нервных коррелятов сознания была выдвинута в 90-х, раньше Фрэнсисом Криком, одному из авторов «Двойной спирали», человеком, про которого говорят, что он пытался за свою жизнь совершить два прыжка от неживого к живому и от живого к сознающему, и его учеником Кристофом Кохом. Крик выдвинул положение о полной сводимости любого субъективного опыта к событиям в мозге, и, собственно, они определили нервные корреляты сознания как минимальный набор событий в мозге, которые соответствуют определенному аспекту образа. На самом деле, как впоследствии формулировал Кристоф Кох, конечная практическая задача была в том, чтобы создать что-то вроде сознания метра. инструмента, условно говоря, инструмента, который позволил бы определять, например, во время того, как человеку дают анестезию, когда он еще в сознании, когда уже нет, который позволил бы посмотреть, угасает или не угасает сознание во время болезни, когда оно появляется, или, может быть, оно есть сразу у новорожденного ребенка. Тут еще много разных завиральных идей, но вот эта логика, собственно говоря, оказалась востребована, как только появилась ФМРТ. Вопрос в том, когда мерить, потому что мы все время, когда мы находимся в сознании, что-то сознаем, и как искать коррелята, собственно говоря, возникновения сознательного опыта. Для этого годятся два типа воздействий, либо так называемые неоднозначные изображения, которые мы можем воспринимать двумя способами. Вот, например, эту штуку мы можем воспринимать как вазу, а можем воспринимать как два профиля. И в тот момент, когда мы перестаем видеть профили и начинаем видеть вазу, у нас имеется привязанный ко времени момент обновления субъективного опыта. Ну и наоборот. Либо это так называемое бинокулярное соревнование, когда на правый и левый глаз подается одна и та же картинка. То есть, в прочее, наоборот, разные картинки, принципиально разные. На самом деле, наш мозг умеет сливать информацию с правого и с левого глаза, если она отличается небольшим пространственным сдвигом. У нас, собственно, стереозрение возможно благодаря тому, что на правый и левый глаз попадает немножко разная, отличающаяся пространственно на 6 примерно сантиметров информация. Но если дать картинки принципиально разные, на один глаз – стол, а на другой – глаз – кошку, то мы слить такую картинку не можем. И мы видим либо стол, либо кошку. Либо опять стол, либо кошку. Кому интересно, после лекции покажу. У меня просто с собой есть, но для этого нужны анаглифические очки, которых у меня всего три штуки. И, собственно говоря, в момент, когда происходит смена субъективного опыта, мы опять же можем посмотреть, а что в мозге-то происходит. Но чтобы куда-то смотреть, нам надо хотя бы примерно предполагать, а куда смотреть. И стандарты в этой области ввела такая дама из Массачусетского технологического института, психолог, внимание по исходной специализации, но один из пионеров ФМРТ – Нанси Кенвишер. Что она придумала? Она придумала найти такие, опять же, помню о новой френологии, отделы коры головного мозга, которые избирательно бы активировались определенным типом стимулов. На самом деле она начала использовать томограф фактически в начале, в середине 90-х годов, когда аппаратура была плоховатая, когда времени на томографе было мало, и она искала зону мозга, которую вызвали бы самый мощный сигнал. И обнаружила, что такой ответ могут вызвать два типа стимулов, эволюционно значимых для человека. Это лица, которые активируют так называемую зону лиц в веретиновидной извилине. Это односторонняя, правосторонняя зона. И жилища человеческого типа, неважно, шалаши, дома, дворцы, которые активируют двухстороннюю по аргипокомпальную область мест. То есть если вот так вот последовательно испытуем мы в томографе показывать изображение лиц, изображение места, и вычесть активацию одного из активаций другого, мы получим обе эти зоны у данного конкретного человека. Что мы можем сделать дальше? Мы можем дать изображение лица и изображение дома на правый и на левый глаз в условиях бинокулярного соревнования. Вот как показано здесь. Испытуемый смотрит через анаглифические очки. На один глаз фильтруется только лицо, на другой глаз фильтруется только дом. Но что важно, что в головной мозг попадает сразу и информация о лице, и информация о доме. То есть мозг, и большому счету, должны быть специализированные зоны, имеют одновременно и ту, и другую информацию. Что происходит в мозге? Когда человек говорит, что он больше не видит дом и начинает видеть лицо, у него растет активация в зоне лиц и падает активация в зоне места. И наоборот, когда человек перестает видеть лицо и начинает видеть дом, активация в зоне лиц падает, активация в зоне места растет. Вдвойне удивительно, что ту же самую картинку дает ситуацию, когда мы человеку по очереди показываем либо только лицо на оба глаза, либо только дом на оба глаза. Картинка абсолютно та же самая. То есть получается, что мозговыми коррелятами смены субъективного опыта оказывается активность довольно-таки низкоуровневых специализированных зон головного мозга. Более того, в 2005 году было показано, что аналогичный эффект можно получить даже в подкорковой структуре, в таламусе, который, естественно, на разные типы изображений по-разному не реагирует, но по-разному реагирует на изображения разной контрастности. И если дать на один глаз низкоконтрастную решетку, а на другой высококонтрастную спровоцировать бинокулярное соревнование, то лаперальное коленчатое тело, одна из частей таламуса, дает, собственно говоря, ту же самую картинку, которую мы наблюдали только что для зоны лиц и зоны мест. Можно ли это назвать нервными коррелятами сознания или нет, неизвестно, но именно эта логика была реализована Адрианом Оуэном, который впервые успешно использовал томограф для коммуникации с людьми, находящимися в вегетативном состоянии. Собственно, его исследования, опубликованные всего дважды, в 2006 году, одна статья, в 2010-м, вторая, вызвали такой скандал, с одной стороны, в философии, а с другой стороны, в юриспруденции, что авторы были вынуждены сбежать в Канаду, и теперь исследовательская группа работает там. Что, собственно говоря, обнаружил Оуэн. Исследуя больную, находящуюся в вегетативном состоянии, это не кома, но это все равно человек не способен вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы никаким образом обнаруживать свою познавательную, социальную и так далее активность. Он подключен к приборчикам, поддерживается жизнеобеспечение, он ни на что не реагирует, ни на что не отвечает, просто вот лежит, и про него неизвестно, он в сознании или не в сознании. Оуэн обнаружил, что если такой больной давать инструкции, представьте, что вы ходите по своему дому, она обнаруживает такую же активацию мозга, как испытуемая группа нормы. Если давать инструкцию, представьте, что вы играете в теннис, она опять же обнаруживает такую же специализированную активацию, как группу нормы, что возможно следующим шагом. Дальше мы просто привязываем одну инструкцию к ответу «да», другую инструкцию к ответу «нет». Мы вам будем задавать вопросы, говорят человеку, который ни на что не реагирует и неизвестно в сознании или нет. А вы, если хотите ответить «да», представьте, что ходите по своему дому, а если хотите ответить «нет», представьте, что ходите в теннис. И дальше слепым методом исследователь, сидящий за томографом, расшифровывает ответы пациентки на вопросы, которые были уточнены у ее семьи. Оказалось, что на пять из шести вопросов ответы были дешифрованы правильно. Возникает вообще страшный юридический казус. Что с этими ответами делать? А если мы спросим, а хотите ли вы находиться в таком состоянии или нет? А если мы спросим, кому вы завещаете свое имущество, как относиться к ее ответам? Собственно, складывающаяся ныне область под названием нейроюриспруденция продолжает заниматься обсуждением этих вопросов. Но когда эти данные были опубликованы и когда ООН спустя четыре года показал, что на самом деле по меньшей мере 10% людей в вегетативном состоянии доступны для подобного общения, это вызвало поначалу просто большой скандал. Но у нас остается вопрос. А в исследованиях-то для ответа на вопрос не о коррелятах, это отвечает за то, а то отвечает за это, а на вопрос о механизмах мы можем поиспользовать этот метод? И на самом деле пример, который я хочу привести, он, с одной стороны, довольно-таки тесно связан с вопросом о нервных коррелятах сознания, с возможностью посмотреть со стороны, что происходит в тот момент, когда человек говорит о смене субъективного опыта, а с другой стороны, собственно говоря, о механизмах переработки зрительной информации. Речь идет о феномене, связанном с особенностями работы нашего зрительного внимания, в частности, с нашей неспособностью обнаруживать изменения в изображениях. Я сейчас вам показываю картинку, там каждый раз, когда она моргает, что-то меняется. Просто молча поднимите руку те, кто видит, что меняется. Так, хорошо. Некоторые уже видят, некоторые еще не видят. Собственно, что здесь самое удивительное? Это то, что при одном и том же абсолютно неизменном воздействии, то есть оно чередуется, но оно не меняется на протяжении всего исследования, пока вы не найдете, что произошло, мы имеем два варианта субъективного опыта. Когда вы не видите, что меняется, и когда вы видите, что меняется. Собственно говоря, вот этот способ последовательного показа изображений придумал канадец Ронид Ринзинг, и в том же самом 1997 году Дэниел Саймонс, автор «Невидимой гориллы», и Дэниел Левин провели знаменитые эксперименты в естественной среде, когда к наивному испытуемому на улице подходил человек, спрашивал, как пройти в университетскую библиотеку. Тот начинал объяснять. Между ними проносили дверь. Один из несущих менялся местами. Спрашивавшим, большинство испытуемых изменений заметить не могли. То есть на самом деле феномен очень воспроизводимый. Изменения можно вводить по-разному. Если мы следим за движениями глаз, можно вводить во время перевода взгляда. Можно зашумлять не все изображения, а части, примерно как брызги на стекле автомобиля. Можно вводить изменения постепенно. Но так или иначе, остается один вопрос. Когда мы не видим изменения, оно тут опять довольно-таки большое. Некоторые уже обнаружили. Мы не видим, что меняется, или мы не видим, где изменения происходят. И психологически ответить на этот вопрос мы не можем. Потому что любой тип подсказки «смотри туда-то» или «смотри на то-то» работает с равной эффективностью. Что можно сделать? На самом деле вопрос очень важный. Потому что еще по данным нейропсихологии известно, что в мозге есть два пути для обработки зрительной информации. Путь, связанный с содержанием воздействия, связанный с его пространственной локализацией. Эти два пути описали нейропсихологи Дэвид Милнер и Мел Гудейл. Которые, проанализировав больных с локальными поражениями мозга и данные предшественников, показали, что из первичной зрительной коры информация расходится в висок, где происходит предположительно категоризация. Это система восприятия для опознания. И вводится, минуя потом в лобную кору, связанную с пространственной локализацией и направлением движения к объектам. Собственно, еще в 80-х, когда у обезьянок создавали локальные поражения того и другого пути, оказалось, что при поражении где пути обезьянки хорошо различают разные зрительные объекты, но плохо ориентируются в пространстве. А при поражениях что пути обезьянки не различают объектов разной формы, но хорошо ориентируются, в ограждения не врезаются, даже могут муху полмать или схватить орешек. Собственно, типичная задача для человека, на что путь, это найти объект сходный с предъявленным, а на где вставить карточку в прорезь. Именно эти задачи избирательным образом сохранены и нарушаются при разных типах поражения головного мозга. В частности, при зрительной агнозии, которая привязана к что пути, человек не может назвать, что за объект перед ним находится, какой он формы, какого размера. То есть, если ему показать полосатого зайчика, он радостно скажет, что это тигр, потому что на признаки он может ориентироваться, но ни форма, ни размер вербальному отчету недоступны. Но если человека попросить взять этот объект, он пальчики сложит совершенно правильно и возьмет, и переложит, и все, что надо, сделает. А при поражении где пути, наблюдаемом при так называемом синдроме Баленте, это двустороннее теменно-затылочное поражение, человек прекрасно описывает, что за объект перед ним находится. Правда, есть ограничения, что не больше одного, два наложенных он уже увидеть не может, но абсолютно не может направить движение к объекту. То есть, если его просить взять объект, он может попасть рукой куда угодно, а если просить, например, вставить карточку в прорезь, можно получить, опять же, абсолютно любые углы положения этой карточки. То есть мы видим, что эти две системы как бы работают независимо друг от друга. И на самом деле у каждой может быть свой механизм внимания. И, собственно, из-за чего оно дает сбой? Выходит из строя что путь? Или выходит из строя где путь? Первым делом, чтобы исследовать, ответить на этот вопрос, нам нужно выбрать стимулы. Спасибо Нэнсу Кенвишер, которая все за нас придумала. Мы можем использовать изменение лиц и изменение зданий. Но понятно, что если мы человеку на экране крупным планом будем показывать меняющееся лицо, он тут же заметит, что лицо изменилось. Поэтому можно, например, показывать лицо на периферии поля зрения, а в центре давать какую-нибудь несложную дополнительную задачу, просто чтобы человек смотрел в центр. Например, следить за буквами, которые там по очереди появляются, и жать на кнопку каждый раз, когда появится буква А. И параллельно, опять же, жать на кнопку. Это самое легкое в томографе, если будет обнаружено изменение. Самое главное – это какие условия мы хотим сравнить. Вот Дайана Бек с коллегами, которые сделали это в эпоху расцвета новой френологии, поступили очень остроумно. По сути дела, что мы можем получить, сравнивая ситуацию, когда мы видим, что меняется, и ситуацию, когда мы смотрим на то же самое, но не видим, что меняется. Вот вычитая одно условие из другого, мы можем найти мозговые механизмы осознания изменений. Но мы можем произвести еще одно очень интересное сравнение. Сравнить ситуации с разным воздействием, но одинаковым субъективным опытом. Ситуацию, когда мы не видим, что меняется, оно меняется. И ситуацию, когда не меняется ничего. То есть субъективно эти два условия одинаковы, а на уровне воздействия они различаются. То есть мозг получает разную информацию. Вот здесь мозг получает одинаковую информацию, субъективный опыт разный. Здесь мозг получает разную информацию, а субъективный опыт одинаковый. Результаты оказались абсолютно неожиданными, в том числе для психологов. Ну, естественно, когда замечалось изменение лица, активировалась зона лиц. Когда замечалось изменение дома, активировалась зона мест. Но когда замечалось изменение любого типа, активировалась теменная кора правого полушария, которая считается частью пространственного пути. Вот того самого, который позволяет человеку, не видящему форму, размеры объекта, взять его в руку. То есть пути, который работает неосознаваемо, но тем не менее необходим, как выясняется согласно этому исследованию, для осознания изменения. То есть подобные роды данные позволяют сделать вывод, что, по всей видимости, сбоит именно пространственный путь. Опознание самого объекта уже в данном случае оказывается вторичным. Более того, когда посмотрели, а каковы корреляты неосознаваемой обработки информации об изменении, то оказалось, что когда меняется лицо, то какое-то незначительное, хотя статистически значимое изменение в зоне лиц все-таки имеется. Когда меняется дом, в зоне мест все молчит. Но лицо более эволюционно значимый стимул, это предсказуемо. Но на самом деле, по всей видимости, чтобы понять, что меняется, нам нужно, собственно говоря, показать, где изменения происходят. Вот достаточно небольшой пространственной подсказки. Тот, кто еще не нашел этого изменения, довольно-таки легко его находят. Ну и, собственно говоря, оказалось, что когнитивными процессами возможности ФМРТ совершенно не ограничены. В качестве, с одной стороны, курьезного, но, с другой стороны, страшно интересного примера, я привожу исследование множественной личности, выполненное с использованием функционального магнитно-резонансного томографа. В распоряжение группы немецких ученых попала дама, которая после черепно-мозговой травмы ослепла. Потом она подвергалась психотерапии. И иногда бывает вследствие психотерапии, в ней создали зрячую личность, ослепую. То есть такую, которую видела, и такую, которую не видела. Ну, естественно, первый вопрос, который возникает, это когда она говорит, что она не видит. У нее действительно в зрительной коре, вот той самой, которую мы видели в простейших когнитивных пробах, все молчит или нет? Попробовали электроносфалографию и так называемые вызванные потенциалы, действительно молчит. Попробовали провести исследование с предъявлением зрительных стимулов, с открытыми, закрытыми глазами в томографе, когда она говорит, что видит зрительная кора активно. Когда она говорит, что не видит, зрительная кора молчит. Но, к счастью, ребята догадались посмотреть не только на зрительную кору, которая их интересовала, и обнаружили, что когда она говорит, что не видит, зрительная кора молчит, зато лоб полыхает. То есть, по всей видимости, вот этот вот истерический симптом, на самом деле, следствие подавления анализа зрительной информации со стороны лобной коры, что придает некоторый академический налет психоаналитическим построениям и представлениям Зигмунда Фрейда о механизме вытеснения. Но, разумеется, требует дальнейших исследований. Группа с тех пор тоже молчит. Ждем, может быть, выйдет что-нибудь еще. Спасибо за внимание. Спасибо.